Детям, которые в Новый год находятся в больнице, нужны повышенное внимание и забота, уверены участницы клуба, активное долголетие. Поэтому они решили сделать для ребят новогодние подарки своими руками и назвать эту акцию от бабушек внукам. Тамара Киберева из подручных материалов сшила и украсила бусами около 15 игрушечных елочек. Я вообще все игрушки делала дома, шила елочки и делала очень красивые бантики для волос и деткам, девочкам. А Шахзия Алиева решила подарить ребятам оригинальные новогодние веночки. Ими можно украсить новогоднюю ель или дополнить интерьер комнаты для создания праздничного настроения. Порядка двух недель я занималась этим творчеством и использовала все подручные средства. Картон, елочные веточки, желуди, грецкие орехи, шишечки. Всего в акции участвовало около 20 рукодельниц из клуба «Активное долголетие». За две недели они сделали более сотни новогодних подарков. Практически всю работу они выполняли на дому, поскольку занятия клуба сейчас проходят в онлайн-режиме. Мы участвуем во многих творческих конкурсах, уже набили руку. И мало того, что мы умели делать красиво, но мы совершенствуемся, делаем еще лучше и с каждым днем все красивее и продуктивнее. Поэтому мы решили как раз сделать такую акцию, чтобы и деток порадовать и самим получить удовлетворение. Все подарки предназначены маленьким пациентам стационара педиатрического отделения Одинцовской областной больницы. Вместе с сувенирами мастерицы подготовили для ребят поздравительный видеоролик.